Нервная клетка нейрон отличается от других тем, что кроме тела клетки с ядром и цитоплазмой имеет отростки, дендриты и аксоны. У большинства нейронов дендриты короткие, ветвистые, а аксон длинный. Длинные отростки часто покрыты оболочкой из жироподобного вещества белого цвета. По отросткам, как по проводам, передаются нервные импульсы. Причем по аксонам с оболочками импульсы бегут гораздо стремительнее. Как же передаются нервные импульсы от нейрона к нейрону? При очень большом увеличении можно заметить, что конец аксона не касается вплотную поверхности следующего нейрона. Их разделяет щель толщиной всего 200 ангстрем. Эта область контакта между аксоном и нейроном, которому адресуются импульсы, называется синапсом. Оказывается, через синапс сигналы проходят только в одном направлении, от одной нервной клетки к другой. Нейроны очень разнообразны и по величине, и по форме. Есть клетки зерна, звездщатые клетки, клетки пирамиды, клетки веретиона и много других. Нейроны различаются и по функциям. Одни нейроны, чувствительные, передают импульсы от органов чувств в спиной и головной мозг. Другие нейроны, двигательные, передают импульсы от спинного и головного мозга к мышцам и внутренним органам. От прочих клеток нейроны отличаются способностью связываться друг с другом, при помощи дендритов и аксонов. Эти редкие кадры показывают, как это происходит. Такие связанные нейроны образуют нервные цепи, соединяющие ткани и органы человеческого тела со спинным и головным мозгом. Информация, передающаяся по этим цепям, зашифрована в виде особых нервных импульсов.